всем привет на обзоре у нас сегодня викторинокс workchamp каталожный номер 0.8564 и это новая версия в этой версии сделан ряд изменений я понимаю что они сюда перенесены из других моделей но по-моему это сделано только в плюс данной модели этот нож был любезно предоставлен официальным дилером викторинокс в россии все ссылки и промокод по которому вы получите специальное предложение в описании под видео это огромный мощный нож нож можно сказать это большой swiss champ так как swiss champ это в принципе 91 миллиметровый а это 111 миллиметровый в 91 миллиметровые ножи у викторинокс считается как швейцарский армейский офицерский нож а это же швейцарский армейский солдатский нож то есть это 101 миллиметров вес этого ножа 228 грамм ширина 29 миллиметров что в принципе уже делает этот нож вот так вот терпимым вот из последних сил выжимается и делает его терпим но он уже толстенький он уже толстенький и у этого ножа есть 21 функция давайте обо всем по порядку и одновременно вы увидите особенно если вы пользовались боргчампами вы увидите что здесь изменилось те кто самые внимательные виде когда я вкру вкручу в руках что обычно клинки в этих ножах стояли вот здесь вот сейчас же он перенесен почти на середину но давайте начнем от самой верхней грани во первых значок изменился значок стал раньше здесь был цветной значок то есть там что-то было красненькое и так далее здесь же он сейчас изменился и стал мне кажется более как будто бы дешевым но это может быть только мое мнение может быть память меня подводит потом что у нас здесь сразу же идет первый инструмент это открывалка для консервных банок у которой на торце еще есть шлицевая отвертка которая отлично подходит также и philips 2 то есть крест самый часто встречающийся крест на этой же полосе стоит у нас вот такая очень мощная отвертка гораздо мощнее чем в предыдущей версии и одновременно она еще под стопоренные лайнер локом я думаю вы понимаете из какой модели все это взято также она фиксируется но не фиксируется стопором а фиксируется пружиной также она фиксируется и под 90 градусов этот инструмент сейчас действительно можно использовать какой такой микролом вот здесь есть плоская отвертка открывалка для бутылок и есть еще паз для снятия изоляции и подгибания проволок для каких-то ловушек все-таки это шармейский нож если вы будете использовать для снятия изоляции как говорил уже тысячу-тысячу раз поточните с одной стороны чтобы грань была одноострой тогда будет изоляцию снимать гораздо удобнее не понимаю почему сам производитель этого не делает а я скажу почему не делать тогда проволоку будет сгибать гораздо труднее вот этот вот лайнер лок вот вы видите на него нажимаем так вот не закрывается на него нажимаем и тогда инструмент у нас закрывается следующий у нас инструмент идет это большое лезвие она в отличие от девяносто первых моделей здесь только одно то есть на здесь нету маленькой фитюлечки маленького лезвия довольно таки нормальный большой клин который тоже подстопорен лайнер локом но лайнер на клине уже снизу идет то есть чтобы закрыть нам надо не сверху нажать а надо снизу нажать вот нормально держится как у всех виксов есть небольшой люфт но здесь надо понимать что это не какой-нибудь флиппер который не поджимается тыльной пружиной а ну то здесь конструкционно этот нож будет иметь небольшой люфт да и в принципе это ни на что не влияет креон когда закроется вот следующий инструмент у нас плоскогубчики кстати ребят вот здесь вот в этом уже мультитуле оно все отзеркалено в этом инструменте в этом ноже оно все отзеркалено и нужно сказать что смотрите у нас нож раньше был клин вот с этой стороны да вот здесь вот и вся вот эта вот толщина она мешала нам работать сейчас же нам это не мешает работать то есть маленькие маленькая толщина сколько из миллиметра 4 да и мы можем этим ножом спокойно работать он удобней стал но по крайней мере для для правшей а правшие все-таки на этой планете поболее будет вот ну и также все инструменты отзеркальные то есть вам сюда плоскогубцы или ножницы от старого workchamp не подойдут вот и тем не менее давайте смотрим дальше дальше у нас идут пассатижи плоскогубцы у которых как обычного виксов идеально сведены губки можно использовать как пинцет как какой-то микрозажим гайковерт инструмент для зажатия коннекторов подпружинены пружинки что у ножниц что пассатижи одинаковые докупаются отдельно ну и в принципе как обычно вот здесь вот углубление на заклепки которые можно использовать если мы что-то шьем для проталкивания иголки а пассатижами одновременно и и подтягивать здесь под пассатижами спрятан инструмент вот такая вот каротенечка отвертка из-за толщины рукоятки и из-за ее короткость она вообще делает себя редко но только где-то на эти на поверхности какой-то вот то что поверхностные какие-то винты можно крутить это philips 2 стандартная отвертка вот можно использовать ну да на везде ставится на виксы 111 где стоят плоскогубцы ставится вот такая отвертка ну какой-то как бы карте ничко и по моему следующий инструмент а мгновенные стандартные виксовские ножнички ногти постричь какую тряпочку порезать бумажку порезать просто хорошие добротные ножницы пружинка заменяемая как я сказал и в принципе из всех виксов у меня под ножницами здесь стоит крестовая отвертка ножницы закрываем который удобно где-то там какие-то штыкира крутить эти клеммники допустим тоже удобно крутить только не забудьте отключить электричество розеточку перекрутить вполне можно вот при том обратите внимание ножницы не проваливаются когда открыта отвертка они фиксируются на своем месте то есть они не упираются в отвертку она им не работает как подпорка следующие инструменты у нас просто прекрасная виксовская пила которая немного видоизменена прошлые пилы они более широкие здесь же сделан скос скос чтобы удобно было открывать другие инструменты обыкновенная стандартная виксовская пила отлично пилит супер просто пилит хорошо работает подтачивать эти пилы как я уже тоже много раз говорил можно взять какой-нибудь брусок положить наклеить на него наждачку и потащить именно вот эту грань ну или взять просто брусок на котором вы точите правите свои ножи вот не надо надфилем лезть и подтащить каждый зубчик следующий инструмент это у нас напильник 1 напильник 2 более грубый более мягкий и естественно пила по металлу пила в данном исполнении просто очень толстенная получается резать она металл будет но ей будет немножко сложнее резать чем в девяносто первых моделях по какой причине по той причине что она толстая вам вырабатывать придется больше металла ну чуть ли не на полмиллиметра больше придется вырабатывать металла а это все-таки бремя и расход ресурса самого инструмента так что мне вот это если бы они сделали ее хотя бы на полмиллиметра тоньше было бы лучше мое мнение дальше у нас идет штопор штопор вкручена часовая отвертка это не я ставил это забода так идет вот то есть часовая отвертка в комплекте идет с данным ножом отверстия под булавочку в сто первых виксах нету больше никаких инструментов на тыльной части ножа нету кроме стандартного шила развертки она идет практически на все виксы но здесь обратите внимание уже отверстия под шила нету то есть шить им не получится солдату шить нельзя только офицером в данном случае отверстия для шитья нету это только или проткнуть что-нибудь или просверлить вот здесь же уже колечко не дотягивается до нашего шила можем закрывать его смело вот конечно при желании можно расклепать как я уже показывал в других видео расклепать заменит шила на скажем вот 91 бикс они все одинаковые идет стандартная зубочистка идет пинцет вот на штопор мы также можем одеть как я тоже говорил других видео колечко резиновой зажигалки от клапана зажигалки и использовать пинцет для вынимания клещей собственно говоря все что я хотел рассказать по этому ножу я рассказал благодаря тому что они изменили конструкцию и перенесли клинок ближе к правой стороне чуть ли не на самую правую сторону точнее на левую сторону что под правую руку было удобнее пользоваться этим ножом очень удобно пользоваться он толстый он не надавливает руку не нами на этом просто классно но ребят он тяжеловатый и если бы на одну секцию он был тоньше даже лучше на две секции это было бы лучше по моему хотя с другой стороны здесь у нас есть куча инструментов и с этим размером я не могу сказать что им прямо так вот уже не удобно пользоваться но его вес 228 грамм на 100 грамм всего лишь больше весит мой лазермансур но каждый выбирает по своему усмотрению не надо хватать нож в котором есть все и для того чтобы потом не могли пользоваться на этом все ребят всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки делимся этим видео все всем пока и до встречи на канале